Кнут и пряник для автомобилистов. В новом году вводятся в действие два существенных изменения, по которым в одном случае за долги могут лишать прав на управление транспортом, а в другом случае разрешат заплатить только половину штрафа. Так, с 1 января заплатить 50% от суммы выписанного штрафа смогут те водители, которые перечислят деньги в течение 20 дней после оформления документов. Но это касается только легких нарушений, причем совершенных впервые. А вот если водителя поймают во второй раз, например, за превышение скорости или проезд на красный сигнал светофора, то скидка действовать не будет. Не предусмотрено послабление тем, кто попадется на серьезных правонарушениях, таких как управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или совершение ДТП с пострадавшими. Кстати, 50% скидка распространяется и на штрафы для пешеходов. Как уверяют инспекторы, банковские системы уже готовы к новым правилам работы. Заплатить административные штрафы можно в любом банке, кредитной организации, в любом платежном агенте, отделении почтовой связи, используя любые интернет-ресурсы. Практически они сейчас все настроены на возможность уплаты административных штрафов по линии госавтоинспекции. И все реквизиты там появляются автоматически. Также заплатить можно через сайт ГИБДД «Края» и там узнать полную информацию о выписанных штрафах. Еще одно нововведение. С 15 января водители-должники могут лишиться права управлять автомобилем. И если долги превышают 10 тысяч рублей, например, за неоплату штрафа в ГАИ или выплату алиментов, то по решению суда такие водители не будут иметь права сесть за руль, вплоть до полного погашения долгов. Впрочем, само водительское удостоверение у них останется, но ездить с ним судебные приставы не советуют. Ведь за нарушение запрета предусмотрены серьезные санкции, реальное лишение водительских прав на год и 50 часов общественных работ. Узнав об этом, в службу судебных приставов уже потянулись должники, чтобы заплатить деньги. Поскольку гражданину необходимо было обязательно сохранить вот это право, он понимал, что у него имеется задолженность, он оплатил алиментов около 800 тысяч рублей, пришел самостоятельно, дабы избежать применения этой принудительной меры. Поэтому да, мы считаем, что эта мера будет эффективна. Мы примерно подвели у себя статистику и понимаем, что уже сейчас, если бы действовала такая мера по ограничению, мы могли бы ограничить праве управления более 30 тысяч граждан края. И еще одно новшество от ГАИ. В следующем году автоматические системы фото- и видеофиксации нарушений будут проверять, есть ли на автомобиль полис ОСАГО. И если в базе таких данных не будет, то владелец машины будет оштрафован на 800 рублей. Причем штраф будут выписывать столько раз, сколько автомобиль без полиса будет попадаться в поле зрения таких систем. Но пока точной даты введения этой меры в ГАИ не озвучивают, но говорят, что это произойдет в начале следующего года. Андрей Стародым, Всеволод Никитин. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова